На своем канале я рассказываю об истории Чернобыльской зоны отчуждения, показываю интересные локации, интересные места, интересный объект. Однако сегодня видео будет немножко о другом. Сегодняшний рассказ будет о том, как я последний раз по собственной воле сходил на одну из локаций, а именно на ВНЗ Круг. И дело даже не в том, что 35 лет без обслуживания, 35 лет без людей довели эту локацию до плачевного состояния. В принципе, к этому, увы, мы уже привыкли. Дело скорее в общем впечатлении от данного места. Я не знаю почему, но лично на меня оно произвело безумно гнетущее впечатление, и желание возвращаться обратно у меня, честно говоря, больше не возникает. Короткоисторическая справка. Станция возвратно-наклонного зондирования амносферы Круг предназначалась как, цитата, «вспомогательная к ЗГРЛС дуга, а также для выработки текущей информации о прохождении радиоволн, состояние среды их прохождения, выборе оптимального частотного диапазона». Конец цитаты. Сооружение имеет или имело вид двух кругов, состоящих из множества антенн высотой 10 метров, так называемых вибраторов. В центре объекта находится одноэтажное здание, на крыше которого была еще одна, так называемая, главная антенна. Диаметр кругов был по разным данным от 200 до 300 метров, но при этом Google Maps выдает радиус ровно 200 метров и поговаривает, что центральная антенна ловила сигналы своей же станции дуга, когда они проходили вокруг земного шара два раза. Более подробный рассказ о всем проекте дуга есть у меня на канале, вы можете его посмотреть, перейдя по подсказке на экране. А мы же сегодня поговорим скорее о текущем состоянии данного места. Насчет дороги. Пока идешь до КПП, дорога более-менее адекватна. Когда уже подходишь к КПП, читаешь вот эту волшебную надпись о том, что ворота открываются только после полной остановки транспорта и заходишь уже на территорию непосредственно ВНЗ Круг, то тут помимо сюра в виде фонарных столбов, стоящих прямо посреди леса, есть еще и акация. Акации здесь расплодилось просто неадекватное количество, она постоянно пытается зацепить тебя за одежду, чего-нибудь тебе порвать и проходить сквозь нее уже так себе занятие. Занятие 5-10 минут своего времени, мы уже выходим на территорию непосредственно ВНЗ Круг. И если вот до этого момента идти сюда было реально интересно, то когда ты заходишь на территорию и видишь вот это вот все, впечатление сразу портится. Я провел очень немало времени здесь для того, чтобы найти хоть что-нибудь, что будет действительно интересно показать, что будет действительно интересно выглядеть даже сейчас, спустя столько времени. Однако на самом деле ничего такого, за что бы зацепился глаз и что было бы реально интересно, я, увы, не увидел. Хотя нет, есть один объект, за которым интересно посмотреть, это пожарная машина. Очень интересно наблюдать ее эволюцию во времени, смотря на старые фотографии и смотря на то, какой она выглядит сейчас. Я эти фотографии обязательно подкину видео, вы их увидите. В остальном же я не знаю. Центральное здание, так оно на верхнем этаже сгоревшее, на нижнем этаже оно затоплено. Заглянуть в окна, вовнутрь, да, пожалуйста, но опять-таки ничего особо интересного я там не увидел. Состояние достаточно плачевное. Остатки фазированных решеток, распиленные и брошенные прямо здесь на территории, тоже не вызывают никаких позитивных эмоций. Знаете, друзья, на самом деле это тот случай, когда мне и хочется чего-то рассказать, а рассказать-то на самом деле особо и нечего. Не нашел я слов тогда, когда снимал это видео, не могу и найти слов и сейчас, когда это видео озвучиваю. Поэтому, наверное, просто я замолкну и покажу вам то, что осталось на сегодняшний день от ВНЗ Круг. Постараюсь сопроводить видео какими-то фотографиями, которые я смог найти для сравнения. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, таким вот невеселым вышел наш поход на воен за круг. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, бейте в ковалкал, пишите комментарии. Напоминаю, что поддержать канал вы можете по ссылочкам в описании. А мы с вами увидимся через неделю. Счастливо!